Снимаешь? Видно Украина. Падают ракеты, но напряга вовсе нет. То привычное явление, все спокойны, без сомнений. Я и Честер попиваю, жена на кухне промышляет. Небо словно камуфляж, а дочь ведет мне репортаж. Громкий шелест, сильный грохот. В нашем парке грозный рокот. И три взрыва вокруг дома разрывает воздух снова. Папа, говорит Настюша, значит так. Одна Катюша пала в дом наших друзей. Пойдем в гости, как в музей. За детей-то я спокойно, ведь мы дома, я довольна. Ведь второй такой снаряд угодил прям в детский сад. Третий вовсе мне не видно, запал он в море. Так обидно. Море зашумело в раке. Там Нептуна, наверное, в шоке. Вот кто-то, в сорок-двёртся он там. Люди вовсе офигели. Что такое? В самом деле, всех русалок распугали. Море что? Отстойник швали? Нептуна, дочка. Все это понятно, но мне вовсе неприятно. Что-то там возле окошка. Отошла бы ты немножко. Сейчас Катюша бахнет ближе, мы с тобой не в Париже, а под нами 20 метров, упадешь с паром ветра. Меня это не пугает и совсем не на прибег. Если бахнет с нами рядом, мы об этом не узнаем. Но сдаётся мне и Богу, что с тобой нужны мы Богу. И нужны не там, а здесь. В этом, папа, что-то есть. Смелого боится пуля. У нас не сможет есть акула. Это Богу не угодно. Можем мы ходить свободно. Бахнет сейчас, Катюша, где-то ты прикуришь от ракеты. Пролетят осколки мимо. Мы с тобой непобедимы. Это ж, папа, не Чечня, не Афгана, так? Фигня. Все. Вот ты умница, Настюша. Твои слова, да Богу, выше. Но судьба капризна всюду. Искушать её не гоже. Но если папа так считает, то принцесса уступает.